итак дорогие друзья всем доброе утро банджур hello шалом из израиля сегодня я не в иерусалиме провожу урок а с мертвого моря приехал на мертвое море для того чтобы путешествовать по земле израиля надо путешествовать максим перенчук шалом в израиле есть все мертвое море гора хермон горы пустыни море пальмы все есть в израиле и это как а то место откуда вообще мир зародился представляете и ворота в небо еще сегодня давайте сделаем яков штатин рифа шлема бицелель бен ли я операция на сердце чтобы было мари фашлема рифата нефеш в рифата гуф чтобы операция прошла успешно и чтобы он был здоров очень много лет божьей помощью чтобы он был здоров много лет и мог делать много добрых хороших дел в духовном плане материальном плане да то есть когда когда на небе у каждого из нас есть какой-то свой счет как бы мы видим только внешнюю часть мира а есть еще у каждого из нас как духовная такая как пирамидка уходит вверх этот мир это как по каскаду это это следствие духовных каких-то процессов и болезнь это следствие тоже целых целого набора процессов каких-то и когда в духовном плане человека он на принимает какое-то сильное решение и так далее это очень сильно помогает молитва за больного это значит что есть люди которые его любят и они там делают какое-то изменение добрые дела очень важно в талмуде написано что если ты хочешь чтобы твоя молитва была услышана нужно молиться за других у которых такая же проблема а потом за себя то есть поэтому если хочется чтобы например выздоровел кто-то из больных близких нужно молиться за других больных тоже чтобы все 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 выздоровели и он тоже да и это может быть даже тяжело мне никогда не было понятно как это работает но вот именно так 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 как надо делать и значит то есть тоже перед молитвой нужно принять на себя заповедь в авто ли реха к мохам возлюби ближнего как себя и тогда у тебя есть как бы больше оснований у бога просить потому что если человек он говорит всем людям типа отвалите от меня я вас не люблю в никто я бы вообще ничего не дал а потом говорит богу слушай но мне тогда я же хорошие так не но как-то не сходится логически поэтому очень важно в авто ли реха к мохам возлюби ближнего как себя это заповедь на которой вся тора стоит что-то не умеет любить себя он не может возлюбить ближнего кто не умеет любить себя и ближнего не может любить бога потому что заповедь во авто это шамал кеха возлюби бога это тоже одна заповедь хорошо а мы изучаем мишли притчи царя соломона кто первый раз меня зовут ицкак пиндусевич я уже много лет больше 20 лет назад я 2000 году в 99 году начал изучать тору изучать соблюдать заповеди и с тех пор так как в торе не бывает такого момента что ты можешь остановиться должен постоянно учиться постоянно усиливаться в торе молитве и в своей профессии там тоже в талмуде написано что есть три вещи которые требуют постоянного усиления то есть не можешь сказать я вчера учился сегодня уже не учусь или я вчера был работал и я получил профессию там 20 лет назад я буду на ней жить нет то есть значит нужно постоянно усиливаться в торе в молитве и в да очень классно книга расти сад до светлана карачева я думаю то расти сад это когда-то первая была моя книга вообще с ним стал религиозным расти сад а есть классный книг я спутал и сейчас нидеров шалом аруж очень сильной книги сад веры и сад благодарности невероятно очень мощные такие усиливающие книги я считаю что вообще те у кого есть какие-то сомнения вере сомнения в как верить и так далее то эти книги дают прямо фундаментальнейшие знания как верить бога как усилить веру как усилить благодарность богу и через это усилить любовь к богу и все остальное все сегодня у нас 20 отрывок 17 главы притчи царя соломона мишли мы изучаем как царь соломон пророк как он как он получил тору от бога и как он передавал ее нам в виде понятных примеров значит говорил он нам так двадцатый отрывок и кэш лев но им садов в наипах был шана и пальбера переводится это так кривой сердцем не найдет добра искривленное сердце не добре не найдет добра в и переворачивающие в своем языке он упадет возле в зло он упадет в зло как это работает давайте посмотрим да класс сегодня 654 урок у человека есть у каждого человека есть внутри в голове набор его убеждений принципов правил знания о мире отношений к жизни мнений и так далее все это находится у него в подсознании накапливается с течением жизни из разных источников обычный человек он абсолютно не помнит почему он верит в то или в это почему он так именно делает а не по-другому так получилось так получилось его из по из там года в год его жизни ему давали информацию в детстве она ложится просто она как на пустое место потому что ребенок вообще ничего не знает всему доверяет хоть ему про майдадыра расскажи хоть ему расскажи про ангела хоть про бога ему все одинаково на майдадыра верит и в бога верит и в ангела верит и скажи ему что надо так делать будет так делать скажи надо по-другому будет по-другому потом ребенок у У него накапливается первичный набор информации, он уже что-то думает о себе. Но то, что он думает о себе, это последствия того, что думают о нем его родители, воспитатели и окружающие. И в итоге у обычного нормального человека, его система мировоззрения, самовосприятия, система правил и так далее, это, знаете как, отовсюду обо всем. Калейдоскоп. Кто сказал, откуда сказал, ничего не помнит. Но большинство людей уверенно принимают по 10, 20, 30 решений в день, что делать, как делать, как питаться, как действовать, верить в Бога, не верить в Бога и так далее. И это и как раз и строит их жизнь. На языке Шлома Мелаха, царя Соломона и мудрецов, это все происходит в сердце, в подсознании. Сердце человека это его подсознание, и оно много замыслов в сердце человека, там полный такой хаос. И внутри человек все время что-то думает. Что значит он думает? У него всплывает из подсознания какая-то идея, и он эту идею начинает так, она у него в голове крутится, и иногда он ее произносит, а иногда всплывает следующая идея, иногда всплывает следующая идея. У него иногда одновременно всплывают две идеи, и он сидит и не знает, как поступить, так поступить или так поступить. И вроде и хочется, и колется, и может так правильно, может так правильно. То есть большинство людей живут в полном таком хаосе. И говорит нам царь Сламон, тот, у кого такой хаос внутри, он добра не найдет. Что такое добро? Добро это то, что Бог, создатель мира, назвал добром. То есть это не логика, это не математика, это не физика, это добро и зло. И Бог, когда сотворял мир, он сделал некую систему. Сказал, вот это добро, а вот это зло. Все, менять местами нельзя. Первому человеку сказал, понятно, понятно, вот тебе весь сад, это как весь мир. Вот тебе все деревья, от всего ешь, преобразовывай, занимайся, работай, создавай айфоны, запускай ракеты в космос. Но от дерева, познания добра и зла не трогай. То есть я уже установил, что такое добро, что такое зло, не меняй местами. Понятно? Понятно. Когда человек съел от плода дерева познания добра и зла, он забрал функцию Бога устанавливать, что такое добро и что такое зло. Он как раз вот эту функцию, в которую единственную Бог себе оставил. И дерево жизни это устанавливает, сколько человек живет в физическом мире. Это две функции, которые Бог оставил себе. Говорит, остальное делай. Ты же человек по образу Бога. То есть ты творец, ты создатель. Создавай, но добро и зло не меняй местами. Человек говорит, хорошо, потом нарушил. И сейчас обычный человек, который живет без вот этой божественной системы добра и зла, которую Бог в Торе через пророков передал людям, он не может найти добро. Вот обычный человек, вот просто говорят, а я хороший человек, я атеист. А какой ты хороший? А я делаю добро. А что для тебя добро? А для меня добро, там, один скажет, для меня добро это выйти на парад гордости. Второй скажет, а для меня добро бить машины, потому что black lives matter, значит, потому что черная жизнь имеет значение. Поэтому я сейчас пойду и буду бить машины возле полицейского участка. И это добро. А третий скажет, нет, скажет, это не добро все, парни. Я вот знаю, что такое добро. Я либеринянец. Вообще надо все отменить. Я анархист радикальный. Добро это взять и отменить все правила, все государства, все отменить. А четвертый скажет, да не, парни, вы не знаете, что такое добро. Добро это сесть и ничего не делать. Вообще ничего. Как? А вот так. Потому что хотеть что-то, это зло. Вот так вот. Это я сказал, Будда меня зовут, сказал четвертый. То есть кривое сердце, нам сказал здесь в 20 отрывке царь Саламон, искривленное сердце не найдет добра. То есть человек, он не может найти добро, потому что что такое добро, это только Бог сказал, что такое добро, это нельзя найти в себе. Это нужно, все равно мы правила поведения узнаем снаружи. Или от людей, или от Бога. Все. Теперь, но он не найдет сам добро. Но не факт, что он будет делать зло. То есть есть много людей запутанных. Кришнаиты, они вроде зла не делают. Какое они делают зло? Ходят по улице, поют песни. Там буддисты, уехали они куда-нибудь на Бали, сидят там, курят траву. И, ну, допустим, не буддисты курят траву, а другие какие-то курят траву. То есть бывает, что человек, он не найдет добра, но и зла он не делает. Вот. Но бывают люди, которые переворачивающие истинный язык, вот это вот в Инейпах было шоно, и поль браа, он упадет в зло. Это те люди, которые свою выдуманную идеологию начинают, вот как в 17-м году, начинают силой продвигать. То есть они не просто ищут истину там и так далее, они вдруг понимают, что истина это у всех все забрать и поделить, да? Как Карл Маркс. Он говорит, о, придумал. Ну, конечно же, я Карл Маркс, весь мир насильно мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем. И вот этот вот переворачивающий истинный язык, который не просто выдумал какую-то идеологию, назвал ее добром, а начинает ее уже давить, как бы начинает ее пропагандировать, идеологию эту выдуманную на других людей. И он берет их и заставляет, как коммунисты, да? А Карлу Марксу говорят, простой вопрос, а говорят, ну как это забрать, как это весь мир насилием и разрушим? А государство, а законы, а частная собственность, а не укради, а как? Они же не захотят отдавать, кому принадлежит. Он говорит, ну ничего, мы заберем в революционной борьбе. Ему говорят, они же не отдадут. Он говорит, ну мы их убьем, мы просто их убьем. Потому что, ну почему, если у нас есть такая красивая идея, что у всех все забрать и поделить. Так что нельзя, что ли, ради этой идеи убить 200 миллионов человек? Это добро. Мы будем, как коммунисты говорили, мы будем бороться за мир до последней капли крови. Все. Значит, это был 20-й отрывок, который нам очень сильно понятен, что искривленное, запутанное сердце не найдет добро. Сам человек не может найти добро. Но тот, кто переворачивает и начинает пропагандировать зло, он от этого же зла и умрет. Как первые все коммунисты, их всех поубивали следующие коммунисты. То есть из первых коммунистов, мы уже много на эту тему говорили, Евсекция, да, возглавлял ее Дикштейн или Дименштейн какой-то. Ну, на Д фамилию, я даже на него давал это досье. Он 18 лет уже раввином стал, то есть был в Ешиве учился, а потом возглавлял Евсекцию. А потом его расстреляли. Просто коммунисты же взяли и расстреляли за то, что он поддерживал другого коммуниста Троцкого. Который тоже этот Троцкий был, не Троцкий, он был совсем, а Бронштейн, да. Страшное дело. То есть те, которые создают зло, потом от зла же умирают. А кто убил Троцкого? Коммунист. Которого, то есть убил тем же методом, которым Троцкий насаждал коммунизм. Топориком по голове, все, ледорубом. Хорошо. А мы должны понимать, что если Бог установил уже, что такое добро, значит нужно просто идти по вот этому пути. 21 отрывок. 21 отрывок, он нас вводит в ситуацию, во многих, у многих есть уже дети. И здесь написано так. Тот, кто родил Ксиля, это ему горе, тому, кто родил Ксиля. Значит, вло и смах ави наваль. И не нарадуется тот, кто родил человека негодного. Не будет радоваться тот, кто родил человека негодного. Не родил, а ави это отец. Смотрите, есть вот очень важная терминология. Значит, у каждого человека есть тот, кто его родил. Да, родил это родители, на русском языке родители. У каждого человека есть родители. Кто-то тебе родители, те, кто его родили. Теперь, но родитель это тот, кто ему передал генетику. То есть родители это биологические родители. А есть отец и мать. Отец это тот, кто его воспитал. И мать это та, которая его воспитала. То есть у каждого ребенка есть генетическая предрасположенность. Это его родители, генетика. И у каждого человека есть воспитание, как его в детстве воспитали. Это воспитание, это то, что мы как на ребенка одеваем, вот это воспитание. Причем, вот Матисиагу Ткачев, он знает, что вот это воспитание, так как он программист, он знает хорошо, как компьютеры работают, это воспитание, оно передается ребенку по двум каналам. Есть канал звуковой, когда ребенку объясняют, что надо делать, а есть канал зрительный, когда ребенок видит, что делают родители. И зрительный канал, он важнее, чем канал звуковой, потому что даже вот у меня есть такое упражнение на тренинге, я людям говорю, давайте вот посмотрим, почему ораторское мастерство, то, что человек видит, важнее, чем то, что он слышит. И мы делаем такое упражнение, когда я говорю, что делать, и показываю, и люди повторяют за мной, я говорю, ну я одновременно говорю, вот там, рути вперед, рути в стороны, пальцы в стороны, пальцы сжали, пальцы в стороны, пальцы сжали. И потом я говорю в конце, вытяньте вперед указательные пальцы, и делаю вот так. И 99% людей не, я говорю вслух, вытяньте вперед указательные пальцы, показываю вот так, и 99% людей реагируют на то, что я показал, а не на то, что я сказал. И это доказательство, что визуальный канал, то, что человек видит и воспринимает, намного мощнее, чем канал аудиальный, потому что тут надо понять и обдумать, а здесь ты просто видишь. Поэтому то, что родители показывают своим детям своим поведением, важнее, чем то, что они им объясняют. И вот здесь теперь нам будет понятно, что нам сказал царь Соломон. Значит, Ксиль это грешник по вожделению. И грешники по вожделению бывают двух типов. Бывает врожденный грешник по вожделению, это есть люди, у которых их животная природа страшна, вот она их просто, просто они такие, знаете, животные такие. Вот Исаф таким родился, Исаф, он просто его вожделение, он с ними не мог справляться с детства. Да, дай мне, дай мне красного этого, открыл рот, сразу выпил. Вот, ну, есть люди с очень сильной животной природой. Если у человека вот эта животная природа очень сильная, в Торе есть история про Бен Сурер в МРЭ. Это ребенок, который был восставший против родителей. И как определить, что он восставший против родителей? В 12,5 лет, именно в 12,5 лет, он должен украсть у них деньги, на эти деньги купить мясо некошерное и вино, и сразу это все выпить и сожрать. И говорит Тора, что такого ребенка нужно привести к старейшинам. Один раз они его предупредят, что так делать нельзя. А если он сделает это второй раз, то его надо убить, смертная касть такому ребенку. Страшное дело, Тора, Бог, ну, то есть, ребенка, 12,5 лет всего. Если это было до 12 или после 13, не работает, нельзя. Теперь, если он не купит, если он украдет уже мясо сам и вино, а не деньги, тоже не работает. То есть, должны быть соблюдены все условия. Причем, Талмуд говорит, что ни одного раза в истории не было, чтобы кого-то убили. Зачем нам тогда Тора подробно описывает вот эту всю историю? Чтобы показать, что у человека, если есть генетика, то эта генетика, она, если продлить, экстраполировать на будущее, то такой человек, который, он не уважает родителей, не уважает закон, он крадет, и он настолько умный, что он, украв, может купить мясо некошерное, и он потом его еще может сразу проглотить. Вот все, в этом варианте, то есть, вся его генетика и вся его механическая, а он живет только в механических законах, она приведет к тому, что он на следующем этапе будет убивать людей. Поэтому лучше было бы его убить, но такого никогда не было, поэтому это просто для нас учебное пособие, которое нам говорит, что есть у людей генетическая предрасположенность. Почему Бог так сделал? Почему у одной мамы, Ривка и Ицкак, у них в животе, у одной мамы, у одних родителей, в животе вместе появилось два ребенка, они вместе развивались в одном животе, у одного папы-цадика, у мамы праведница невероятная, у них рождаются два ребенка, один убийца-насильник Эйсав, и один Яаков, который потом получает имя Истраэль. Специально нам показать, что есть вещи, которые от нас не зависят, есть генетика, и родители должны это понимать. Теперь, Юлит Ксиле Тугало, тот, кто родил вот этого Ксиля, у которого генетически вот есть предрасположенность плохая, это ему туга, это ему горе, да, то есть, понятное дело, что родители будут страдать, но это не их вина, потому что это его генетическая врожденная предрасположенность. Теперь, Вело Исмахави Наваль, и не будет радоваться отец Наваля. Наваль, это такой негодный человек, который с плохими качествами, но это отец его так воспитал, он его так воспитал, и здесь используется другое слово, именно отец, который его воспитывал, и он получает то, что, в принципе, он передал своему ребенку, к нему возвращается потом то, что он ему передал, но это можно исправить, потому что все, что идет через воспитание, как человек может воспитывать себя, перевоспитывать, менять свои качества, менять свои какие-то привычки, значит, он может избавиться от курения, от алкоголя, он может начать бегать, похудеть на 100 килограмм, поправиться на 100 килограмм и так далее. То есть здесь есть уже варианты изменения, и поэтому в более мягкой форме написано, не будет радоваться отец вот такого негодного ребенка, потому что, во-первых, он сам его воспитал, во-вторых, и ребенок, и отец могут изменить эту ситуацию. Вот мы сегодня изучили два отрывка. Первый отрывок, он рассказывает о том, если взять, подвести итог, что у человека внутри есть множество мнений, мнений, идей и так далее, и, ну, это путаница, это путаница. Тот, кто хочет выйти на прямой, понятный путь, это называется в Торе лягзорбетшува, вернуться к возвращению, то есть прийти к системе, которую Бог передал Маше Раббену, там все прописано, записано, распределено. Есть шелха на рук, накрытый стол называется, да? Это сборник законов, в котором все есть, как поступать в любой ситуации. Вот Елена Шверка напомнила мне, как один из законноучителей последних поколений, один из самых великих, Рав Вознер его звали, по-моему. Когда умерла его жена, есть обычай перед ней извиниться. Уже когда что, извини, ну, как бы, мало ли, обидел как-то. Он говорит, я, мне не за что извиняться, мы всю жизнь с женой жили по шелха на руку, мы все решения принимали вместе, как говорит Тора, так мы и поступали. Я ее в жизни не обижал, и она на меня никогда не обижалась, потому что у нас была единая система координат, и если у нас было какое-то расхождение, то, опять же, мы по закону узнавали, какой закон, и действовали всегда только по закону, поэтому у нас не было никаких обид друг на друга. Шелха на руку, накрытый стол, это способ жизни, когда тебе все-все-все понятно, когда у тебя есть у кого задать вопрос, когда ты знаешь, что в любой момент ты можешь спросить у Равина, как правильно поступить, Равина, который устанавливает Аллаху закон. И сейчас я вам расскажу, вот те, кто не ушли, это сегодня чуть больше будет, это просто фантастическая вещь, я слышал ее от Рава Гольдшмитта, Рав Пинхас Гольдшмитта. В Торе написано так, Бог, когда устанавливал законы в Торе, дал, Он сказал, и придешь ты к мудрецу твоего поколения, именно к Равину твоего поколения. И если Он тебе скажет, на правое-левое, а на левое-правое, так вот, как Он сказал, так оно и есть. Ну, странно, но вообще непонятно, почему, как это так, я же знаю, это правое-левое, что это такое. И Рав Пинхас Гольдшмитта объяснил, он говорит, посмотрите, не написано же, что если Он скажет тебе на черное-белое, на белое-черное, слушай его. Не написано, если Он тебе скажет на твердое-мягкое, на мягкое-твердое, слушай его. Написано, если Он тебе скажет на правое-левое, на левое-правое, слушай его. Почему? Потому что левое и правое, это очень субъективная вещь, в зависимости от того, с какой стороны ты смотришь. То есть, то, что касается субъективных вещей, которые не регламентированы жестко законом Торы, тогда Равин, который знает законы Торы и который присоединен к Богу и который говорит, вот Тора, пса, калаха, закон вот так, слушай его, потому что в этом случае за то, что ты его послушал, тебе будет в этом благословение. Если Он тебе говорит на белое-черное, на черное-белое, не слушай. Но во всех субъективных вопросах, как левое-правое, правое-левое, именно Бог сказал, иди к мудрецу твоего поколения, Он тебе скажет, что делать. Вот, поэтому, слава Богу, слава Богу, это был 20-й отрывок, что мы можем выйти из перевернутого сердца на прямую дорогу. Не надо слушать людей, которые выдумывают идеологии. Карл Маркс, там все эти, Фрейды и так далее. Это просто люди, которые, чтобы оправдать свои, этот Юваль Ноа Харари, чтобы оправдать свои пороки, они выдумывают иногда, потому что просто сумасшедшие. Иногда, чтобы разрешить себе и другим идти против того, что записано в Торе, они выдумывают идеологии. Но, как бы, всегда надо понимать, откуда ноги растут. Все. А второй отрывок, что, да, у каждого из нас есть свои какие-то врожденные и хорошие, и плохие качества. Есть воспитание, которое мы получили. И есть свобода выбора в данный момент строить себя, создавать себя по какой-то системе. И я думаю, что Тора – это лучшая система. Все. Всем удачи, успехов. Напишите свои выводы, пожалуйста, в комментариях. Поделитесь уроком, поделитесь страницей. Мы сейчас начинаем новый этап в развитии портала Воикра. Хотим, чтобы все русскоязычные люди имели возможность найти для себя подходящие уроки Торы в прямом эфире, в статьях. 70 лиц у Торы, чтобы найти вот этого своего раввиновски, можно советоваться и выйти на прямую дорогу. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok